Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите красивые и сильные в Рязани прошел открытый чемпионат Рязанской области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Спортсмен, тренер и директор борцовской спортшколы. О своем спортивном пути расскажет Валерий Хабаров. Мы продолжаем новую рубрику, посвященную известным рязанским спортсменам, тренерам и любителям здорового образа жизни. Наш сегодняшний герой – это тренер по греко-римской борьбе и директор спортшколы «Антеи». Знакомьтесь, Валерий Хабаров. Валерия Николаевича Хабарова в нашем городе знают наверняка многие любители борьбы. Однако лично для него борьба не была первым видом спорта, а свой спортивный путь он начал еще в раннем детстве с хоккейной секции. Катался, мне очень нравилось. Тренер на меня мало внимания обращал, но что-то стало скучно, поэтому и занимался параллельно еще лыжами, занимался. Вел такой активный образ жизни. Все ребята раньше постоянно гуляли, бегали, летом по деревьям лазили, зимой с клюшками хоккей играли. А в 10 лет, в 10 лет, ну скажем так, с первого класса, когда уже пошел в школу, у меня был одноклассник Дима Иванов. Он занимался борьбой. И всегда приходило соревнования, с тренировки, показывал грамоты, медали. Ну так, хвастался. И потом уже, когда в третьем классе, он уже стал разрядником. Тут у меня уже стало очень интересно. Ну тоже захотелось разряд по спорту иметь. И пришел в секцию борьбы. Пришел где-то в Дядьково спортивный комплекс овощевод. К тренеру Желтого Александра Михайловича. Я помню, у нас где-то человек 15 было поначалу. Он нас всех построил, объяснил, что такое есть, чем заниматься будете. И начал потихонечку заниматься. После трех лет занятий на овощеводе Валерий Хабаров переходит в зал Дворца пионеров к наставнику Александру Ивановичу Шувалову. Именно под его руководством он выполнил норматив мастера спорта, стал победителем первенства России среди юниоров. А после победы в 2002 году на международном турнире класса А серии Гран-при в Испании получил звание мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе. После 18 лет у меня был небольшой перерыв. С 96-го года, после окончания педа университета, я начал работать на штуковод тренером. И первые три года воспитывал таких ребят, они росли потихонечку, подрастали. Там постарше были, это уже у нас группа маленькие, 6-7 лет. Там я набирал ребят с 12-13 лет, их примерно человек 70, сразу первый мой набор. Ну, ходил по всем школам, ближайшим школам, дошки, песочни. Видите, 70 человек детей было, они стояли по всей стене, еще чуть ли не круг образовывали. Вот, и прошло 3-4 года, ребят стали уже, заматерели уже, характер появился. И уже первые результаты, они уже пошли года через 4. Это ребятам было уже по 17-18 лет. Ну, и в то время у них уже, они стали уже крупные, уже вес такой уже приличный стал у них, уже за 70 килограмм у многих. Ну, я стал вместе с ними в пару и с ними вместе работал. И получается то, что и они тренировались, и я с ними тренировался. Потом, в принципе, спорта никогда не заканчивал, и мне всегда нравилось бороться на соревнованиях. Ну, и параллельно тоже выступал на соревнованиях, ездил на сборы. За свою тренерскую карьеру Валерий Хабаров подготовил свыше полутора десятков мастеров спорта. Причем изначально стать тренером он не планировал. Ну, еще здесь, конечно, влияли родители, потому что в моей семье, как правило, вот у нас у меня сестра была старше, да. Ну, помимо сестры у нас еще у матери было, ну, там, двоюродные племянники, родственники. Еще вот мы так посчитали, где-то человек 17 воспитала. Поэтому дома всегда была толпа народа у нас. Детей там постарше, помладше. Поэтому я же привык, и детям, мне уже с ними не тяжело. То есть такая толпа, она мне не то, что мешает, мне нравится в такой среде быть. Поэтому мне нравится работать и с маленькими, и с детьми, и со старшими, со взрослыми. То есть в этом мне как спокойно себя чувствую. Вот. И мне был когда выбор, чем заниматься. Вот. Было, да, какое-то возможность другим чем-то заняться. Но внутренняя как-то подсказка была, что лучше заниматься своим делом. И я считаю, что выбрал дорогу правильную. И путь у меня правильный, верный. И я думаю, что никуда сворачивать не собираюсь. Так и буду в этом управлении развиваться. Впрочем, сейчас из-за нехватки времени тренирует Валерий Хабаров. Ребят постарше, членов сборной команды спортшколы «Антей». Много сил и внимания уделяет развитию женской борьбы. Спорт это. Некоторые приходят, наоборот, такие там, такие там, пышками приходят. Ты смотришь, все там, занимаются, худеют, стройнеют, гибкость. Но девчонки, они более, конечно, пластичные, чем ребят. Они уже такие довольно-таки гибкие. Но у них, наоборот, фигура только улучшается в лучшую сторону. Ну, а характер тех, кто приходит в спорт, они уже, как правило, они уже знают, в принципе, куда пришли. И у них характер уже такой непростой, скажем так, более спортивный. Валерий Хабаров считает, что олимпийские виды борьбы – будь то греко-римская, либо вольная. Помимо улучшения физических качеств, развивают еще и качества духовные, закаляют характер. Ну, я могу по своему опыту рассказать. Я думаю, в принципе, все, конечно, люди разные, но это принцип один. Спорт, он дает внутреннюю дисциплину. Ты уже внутренний, ты не раздергаешься влево-вправо, не прыгаешь никуда, идешь четко в своем направлении. Если в спорт, то спорт. Вот, занимаешься, трудишься, это уже тоже такой труд, колоссальный труд. Вот, некоторые уже, когда будешь в более большом возрасте, уже по две тренировки в день. А когда сборная России, это уже три тренировки в день. Это колоссальный труд. Даже тренер сборной России, Сапунов Деяна Андреевич, когда собирал всю сборную, он говорил, ребята, это уже будущее чемпионов России, чемпионов, призеров мира. Ребята, если вы, ну, как он сказал, если вы не хотите спортом заниматься, там был про дисциплину разговор тоже, чтобы они занимались, чтобы пахали не только на свои возможности, но и через себя пахали. И тоже говорил вопрос, ребята, если вы не хотите заниматься, чувствуете, не тянете, идите там в любое другое дело, занимайтесь бизнесом, у вас все получится. Вы такие способные, да, трудолюбивые, у вас все получится. Но если вы хотите стать олимпиологическим чемпионом, вы должны пренесмогать усилия. То есть не то, что до потолка, стараться через себя пройти. Поэтому спорта, ну, тут я просто по себе знаю, что в жизни спорт чудал. Просто тяжело, да, но потерпеть надо. Потерпеть и идти, если ты считаешь, это правильный путь, туда и идешь дальше. Просто дисциплина и привычка терпеть. Кстати, сейчас Валерий Николаевич возглавляет борцовскую спортшколу «Антей». Несмотря на то, что работы с этой должностью прибавилось, но любовь к спорту остается прежней. И на свою судьбу он не жалуется. Получается, до тренировки я директор, а на тренировке я тренер. То есть, получается, весь день уходишь. Утром ушел, пришел поздно. Дом практически не видит. А выходные соревнования. Ну, это, я думаю, не только так у меня, это у всех тренеров так. То есть, это все тренера, когда мы собираемся, все говорят, что жены, и на раз и ругаются, что поздно приходим. Я к работе, не отношусь как к работе, я как к любимым делам. То есть, я, в принципе, практически этим же занимался, будучи тренером, а это просто стало уже административной работой тренера. Не тренера, а директора. В принципе, мне нравится заниматься. У меня расширился круг общения, круг возможностей у меня расширился. То есть, мне дает возможность заниматься любимым делом более обширно. То есть, не только на уровне своей школы, но еще у нас федерация спортивной борьбы в Рязани. Это на уровне всей Рязанской области. А это мы открываем школы не только по городу, но и в области, там, в Скопине, в Ступине, в Шацке. У Михайлов у нас традиции очень серьезные, сильная школа. Там, в Захарово, где еще в Клепиках мы школу, в Рязанском районную школу открыли. То есть, это интересно. В планах у рязанских борцов сейчас подготовиться и достойно выступить в конце апреля на Спортокеаде и Первенстве России. А в ближайшие выходные Валерий Хабаров вместе с командой спортсменов собирается отправиться в Пермь, где пройдет чемпионат России по панкратиону. Прошлую субботу, 18 апреля, самые сильные мужчины и женщины показали себя во всей красе. В Рязани прошел открытый чемпионат Рязанской области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Подобное соревнование проводится в нашем городе уже 17 лет. К началу соревнований в стартовом листе зарегистрировали представителей Нижнего Новгорода, Липецка, Твери, Тулы, Москвы, Коломны, Луховиц и других городов. Посмотреть на атлетов собрался полный зал ценителей красоты тела. За 4 часа соревнований выявили лучших атлетов в категориях юниоры, классический бодибилдинг, мастера, мужчины весом до 90 килограммов, а также выше. Представительницы прекрасной половины человечества соревновались в категории фитнес-бикини, которую поделили в свою очередь на две – рост до 172 сантиметров и выше. Начался чемпионат с того, что на сцену вышли все судьи. В этом году в жюри работали известные московские и титулованные рязанские спортсмены, среди которых оказались победители и участники чемпионатов прошлых лет, ставшие для Рязани добрыми друзьями. Судейскую коллегию возглавил новый президент Рязанской федерации бодибилдинга Алексей Шаев. В торжественной обстановке судьи и все зрители в зале прослушали гимн России. После этого президент областной федерации бодибилдинга и фитнеса вручил Сергею Митрофанову кубок и благодарность за вклад в развитие на Рязанского бодибилдинга. Также все присутствующие на чемпионате почтили минуты молчания память известного рязанского культуриста Дмитрия Пенкина, который недавно ушел из жизни. Затем судьи заняли свои места за столиками и чемпионат начался. В первой категории выступили юниоры, юноши в возрасте до 23 лет включительно. Все юноши появились на помосте и выполнили все необходимые показательные позы. После этого каждый спортсмен выходил отдельно и демонстрировал различные группы мышц под музыку. В этой категории победителем стал рязанец Константин Романов. В следующей категории по бодибилдингу соревновались мужчины-мастера, абсолютная категория. Ее еще иногда называют ветераны, потому что возраст спортсменов может превышать 40 лет. В ней участвовали 7 спортсменов. Рязанец Андрей Ивашкин занял в этой категории второе место. Следующими на помост вышли участники абсолютной категории по классическому бодибилдингу. И здесь рязанец занял второе место. Серебряным призером стал Алексей Дмитриев. Ну а после началась самая интересная для большинства зрителей часть чемпионата. На помосте появились девушки-спортсменки, участвующие в соревнованиях в категории фитнес-бикини. В этом году участниц было больше, чем обычно во многом. Это случилось благодаря появлению новых рязанских спортсменок. Девушки появились на сцене, продефилировали, а также в составе небольших групп продемонстрировали свои достижения судьям. В абсолютной категории фитнес-бикини победительностью стала Соня Некс. Многие зрители после этой части чемпионата покинули соревнования. Но программа еще не закончилась. Соревнования прошли еще в трех категориях. Последняя часть чемпионата – выбор лучшего в абсолютной категории. Им стал Николай Соловьев из Москвы. Еще немного о спортивных событиях, учедшей неделе далее. На прошедшей неделе воспитанники рязанских дошкольных учреждений приняли участие в веселых стартах. 15 апреля в гимнастическом зале на легкоатлетическом манеже «Юность» состоялся спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья. В мероприятии приняли участие более 100 детей из детских садов номер 75, 102, 141 и 159. В программе мероприятия состоялось представление команд, а затем ребята приняли участие в веселых стартах. Все участники праздника были награждены сладкими подарками, и каждый детский сад получил комплект спортивного инвентаря для занятий физкультурой. Представители Рязанской области завоевали семь медалей Кубка России по гребле на байдарках и каное. Соревнования завершились в Краснодаре воскресеньем 19 апреля. В активе региона четыре серебряные награды. На дистанции 200 метров в двойках второе место заняли канонист Николай Липкин и байдарочник Михаил Томонов. На километре Олег Гусев показал второй результат в составе байдарки четверки. Роман Ерленеков, каное четверки. На дистанции 5 километров в одиночке Ерленеков финишировал третьим. Также бронзовыми призерами стали байдарочник Евгений Луканцов и Зоя Манаева. В двойках в заездах на 200 метров и один километр соответственно. По итогам турнира сформируют сборную России на чемпионат Европы. Первые этапы Кубка мира и европейские игры. Напомню, гребле на байдарках каное входит в программу летних олимпийских игр, а в Рязанской области является базовым видом спорта. А вот рязанские дзюдоисты завоевали три медали всероссийских соревнований памяти Юрия Зайцева. Юрий Панасенков занял второе место в весовой категории до 90 килограммов. На счету Сергея Гуськова до 60 килограммов и Ильи Ларсова до 66 килограммов бронзовые награды. Дзюдо также входит в программу летних олимпийских игр и является в Рязанской области базовым видом спорта. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА